Настройка звука на репетиции начинается с барабанов. Гитара долго ждать себя не заставляет. На гитаре Евгений Клоков. Он один из основателей группы «Автервинд» и композитор коллектива. Меня вдохновляют люди, природа. Это может быть даже банально. Я не знаю, сериал посмотрел, я не пришла мысль в голову или фильм. Все вокруг, все возможное от музыки. Я сейчас наоборот стараюсь абстрагироваться и больше руководствоваться чем-то эмоциональной какой-то составляющей. Группу на пару с Евгением основал солист Григорий Котловский. Он не разделяет мнение, что рокеры должны быть хамами. В общении с поклонниками, а также недоброжелателями он максимально тактичен. Я не грублю фанатам, в принципе, потому что зачем кому-то грубить? Я никогда никому не грублю. Люди имеют право говорить все, что они хотят, все, что они думают. Мы имеем право на это как-то реагировать. Я реагирую так. Звук настроен и репетиция началась. Музыканты подбирают партии в виртуальном режиме, а перед концертом составляют их в общую композицию. В этом году ребята выпустили мини-альбом «Металлический рок-стиль». Они поддерживают их в повседневной жизни. Я работаю маркетинговым специалистом в сфере рекламы. И вот это вот антураж, это вот все, это часть образа музыканта или это лайфстайл? Это скорее лайфстайл и образ музыканта, и дресс-клотами на работе свободны. Недавно к коллективу присоединился саунд-продюсер Андрей Воронин. Помогал в записи альбома. Тяжелый рок не для слабаков, утверждает он, ведь самое непростое это... Наверное, таскать сумки с оборудованием, со всеми причинами. Остальное как бы не в тягости. Удовольствие приносит. Барабанщик Алексей Федурин после концерта предпочитает хорошенько выспаться. И не дает товарищам поводов для подшучивания во время репетиции или выступлений. Парни до того не подшучивают? Палочки не прячут? Нет, палочки не прячут, они знают, что это больно. А подшучивать? Да мы все друг на другом шут. Любители металл-рока узнают о графике выступлений и последних новостях группы AfterWing в их сообществах, в социальных сетях.